Транспортировку одобрили. Двоих пострадавших в авиакатастрофе доставили в научный институт имени Склифосовского. Количество правонарушений не снизилось. О состоянии преступности в регионе за 11 месяцев текущего года говорили на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Деревяшек становится меньше. За год в Наринмаре снесли 17 ветхих и аварийных домов. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Двоих пострадавших в авиакатастрофе сегодня доставили в Москву. Решение о возможности транспортировки пациентов московская бригада медиков приняла ночью, окончательно убедившись, что они в состоянии перенести полет. Рейс пострадавшими и бригада из восьми медиков, в том числе реаниматологов и нейрохирурга, вылетел из Наринмара в 3.30 утра и успешно приземлился в Москве около шести часов. В Москву увезли главу Хасидахарского сельсовета Галину Филиппову и члена экипажа потерпевшего крушение самолета Сергея Кузьмина. По информации руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Сергея Свиридова, пациенты хорошо перенесли полет и сейчас ими занимаются врачи Института имени Склифосовского. В настоящее время в Ненецкой окружной больнице остается один пострадавший в авиакатастрофе. Это сотрудник Бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Кириллов. В отношении него московские врачи приняли решение о недопустимости перелета. Высота полета АМС-148 – 10 тысяч метров. Она критически опасна для пациентов в связи с характером полученных им травм. Решение о возможности транспортировки пострадавшего в Архангельск будет приниматься сегодня. Врачами Ненецкой окружной больницы и Архангельской областной клинической больницы. Они будут общаться посредством телемедицины. Ненецкая окружная больница выражает благодарность жителям округа за содействие и помощь в донорстве. За три дня в отделение переливания крови пришли 40 человек, которые сдали около 20 литров крови. Она поступила в отделение реанимации и хирургии для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе. А теперь к другим темам. Количество преступлений, совершенных в Ненецком округе за 11 месяцев текущего года, остается на уровне прошлого периода. Сократилось число зарегистрированных тяжких телесных повреждений, краж, грабежей, убийств и угонов. В текущем году не совершались разбойные нападения и изнасилования. Вместе с тем возросло число мошенничеств, умышленных причинений легкого вреда здоровью. О состоянии преступности в регионе речь шла на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Участники встречи обсудили также меры по снижению уровня преступности, борьбе с алкоголизацией населения, а также обеспечение социальной поддержки лиц без определенного места жительства, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных наказанию, не связанному с лишением свободы. Комиссия прошла под председательством первого вице-губернатора Юрия Мурадова. Основной массив регистрируемой преступности на территории Нинницкого округа составляют корыстные преступления. Практически каждое второе уголовно наказуемое деяние – это преступления против собственности, среди которых наиболее распространены кражи и мошенничества. Последние настоящие бич региона, в один голос говорят правоохранители. Анализы рецидных мошенничеств являются, что наиболее распространенные способные хищения денежных средств являются телефонные мошенничества, интернет-мошенничества, использование вирусов. Хищение денежных средств, используемых средств связей, в большинстве своем, совершается с территории других студентов Российской Федерации. Результаты проведенных неотложных мероприятий показывают, что об использовании и обналичивании сим-карт, виртуальных счетов, которые оформлены на постановлении несуществующих лиц, а также банковские карты, добытые путем обмана или оформлением с использованием подобных документов. Окружные правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, осуществляющих мошеннические схемы. Однако зачастую найти аферистов просто нет шансов. Этим летом полицейские совершили практически невозможное. Установили личность мошенника, который совершил 20 эпизодов. Ведется следствие. По мнению прокуратуры округа, необходимо усилять профилактическую работу среди населения. Тогда доверчивые жители округа перестанут попадать в сети аферистов. А действия МВД по установлению телефонного мошенника Виталий Кудривец назвал большой удачей и редким случаем. На протяжении, наверное, 5 лет подобного рода преступления совершаются. Только, наверное, второй случай на моей памяти, когда мы нашли такого преступника. Причина, причина, наверное, в первую очередь, это беспредельное доверчивость наших граждан. Как воздействовать на их сознание? Ну, я не знаю, вот, может быть, вот, используя потенциал органов местного соуправления, органов государственной власти, как донести до населения доступно, что отвечать на звонки незнакомых людей и переводить деньги, понятно, куда, не стоит. Еще один острый вопрос, который затронули участники комиссии – социальная поддержка лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Зачастую, не найдя себя в обществе, в том числе не трудоустроившись, они возвращаются к асоциальному образу жизни и совершают повторные преступления. По мнению правоохранителей, для таких граждан необходимо создать центр социальной и медицинской реабилитации с возможностью проживания, а также предусмотреть квотирование рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Что касается трудоустройства, то уполномоченный по правам человека Лариса Сверидова предложила иной и более действенный, по ее мнению, вариант решения проблемы. В основном из мест лишения свободы они возвращаются хорошими имейцами, вот по моей практике, когда они приходят, но на сегодняшний момент мы их не трудоустраиваем в этом направлении. Плюс у нас есть еще такие направления работы, которые ковка, литье и реверсные мастерские, которые ребята хотят создать, которые из мест лишения свободы вернулись. Я предлагаю просто не идти такими глобальными мерами. Деньги на это нужно изыскивать достаточно долго. Все-таки поддержать лицо заинтересованное в том, чтобы создать некоммерческую организацию и как раз, чтобы ребята, которые возвращаются из мест лишения свободы, уже находили работу в данной организации. И чтобы организация прорабатывала с ними по трудоустройству их. По мнению Юрия Мурадова, это хорошая идея, достойная поддержки со стороны органов власти. Первый вице-губернатор поручил сформировать законченный проект предложений по этому вопросу. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ненецкий рыбак-колхоз «Союз» завершает Путину. Сегодня рыболовецкий траулер «Печора» завершает промысел и возвращается в порт с последней в этом году партии рыбы. Об этом сообщил председатель Ненецкого рыбак-колхоз «Союза» Алексей Детятев. Напомню, траулер «Печора», приобретенный организацией в прошлом году, за счет собственных и кредитных средств, выловил в акватории Баренцева моря 8,5 тысяч тонн рыбы. Это почти 60% от общего улова. Всего Ненецкому рыбак-колхоз «Союзу» в текущем году были выделены квоты на вылов 14,5 тысяч тонн рыбы. Основная часть улова представлена треской и пикшей. Помимо этого, «Союз рыболовецких колхозов» после 15-летнего перерыва возобновил промысел креветки. В ближайшие дни суда организации, в том числе траулер «Печора», отправится на межрейсовый ремонт для подготовки к новой путине. Новый траулер отработал сезон хорошо, без особых сбоев. Что важно, его хвалят рыбаки. Помимо повышенных производственных возможностей, в нем предусмотрены комфортные условия для экипажа. Это еще раз подтверждает, что решение обновлять флот было верным, пояснил Алексей Детятев. В новый рейс суда Ненецкого рыбак-колхоз «Союза» отправится в январе 2018 года. Также Алексей Детятев сообщил, организация заготовила весь необходимый объем сырья для перерабатывающего цеха в Наринмаре. В прошлом году Ненецкий рыбак-колхоз «Союз» потратил около 8 миллионов рублей собственных средств на реконструкцию производственного объекта. Это позволило значительно расширить ассортимент и линейку продукции. На 17 аварийных и ветхих домов в Наринмаре стало меньше. Столько непригодных для проживания домов снесено в этом году в столице Ненецкого округа. Работа по разбору деревяшек началась этим летом и завершилась осенью. На эти цели из бюджета было выделено более 10 миллионов рублей. Разбор одного дома обходится бюджетом от 300 до 700 тысяч рублей. В перечень работ входит демонтаж систем газа, электро и водоснабжения, разбор строения, утилизация мусора и рекультивация земельного участка. За 2017 год нежилые здания были снесены по улицам Ленина, Смедовича, Рабочая, Бондарная, Зеленая, Юбилейная, Октябрьская, Комсомольская, Меньшиково и Автысово, а также переулку Рыбацкий. По информации Управления строительства ЖКХ и градостроительной деятельности, на сегодняшний день подлежащими сносу или реставрации признаны 83 многоквартирных дома. 16 из них уже расселены. Смотрите далее в нашем выпуске. 20 лет на защите флоры и фауны Заполярия. В год экологии заповедник Ненецкий отмечает 20-й день рождения. Новогодние перевоплощения. Ученики коррекционной школы побывали на праздничном представлении по мотивам известных сказок. 231 выпускник получил зачет по результатам итогового сочинения по русскому языку. Это составляет 92% от всех тестируемых. 22 человека с заданием не справились. Как отмечают в Ненецком региональном центре развития образования, успешное прохождение данного испытания обязательно для всех, кто в 2018 году собирается сдавать государственную итоговую тестацию и поступать в ВУЗ. Темы сочинений были названы за 15 минут до начала испытания. Для выпускников Ненецкого округа их было 5. Когда измену можно простить? Какие поступки человека говорят об его отзывчивости? Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? Чем смелость отличается от безрассудства? Бывает ли общественное мнение ошибочным? В региональном центре отмечают, что наибольшее число выпускников, 44%, отдали предпочтение написанию творческих работ на тему, какие поступки человека говорят об его отзывчивости. Результатом итогового сочинения является зачет или незачет. Дополнительные сроки 7 февраля и 16 мая 2018 года установлены для выпускников текущего года, не явившихся на сочинение по уважительной причине или получивших незачет. Также в эти дни ждут выпускников прошлых лет и студентов, не принимавших участия в написании сочинения в основной день. Богатые и несамостоятельные – так охарактеризовали на Ринмар эксперты консалтингового бюро «Стрелка». К этим результатам они пришли, анализируя доходы и финансовую независимость российских региональных центров. Надо отметить, что критерий богатства определялся по доходам на душу населения, а финансовая независимость – доли безвозмездных поступлений в бюджет. Столицы российских регионов разделили на четыре группы – «бедные и зависимые, бедные и независимые, богатые и зависимые, богатые и независимые». По мнению экспертов агентства, богатые города могут не просто решать оперативные проблемы, но и ставить стратегические задачи, а также имеют подушку безопасности на случай кризисов. Таким образом, самыми богатыми, согласно исследованию, оказались Архангельск, Калининград, Мурманск, Ярославль и другие города. В категорию богатых и несамостоятельных попали Анадырь, Магадан, Салихард, Киров, Сыктывкар, Наринмар. По мнению аналитиков, финансовая стабильность региональных центров зависит от соотношения трех основных источников бюджета. Безвозмездных поступлений – это порядка 49% от всех расходов, НДФЛ – 20-25%, доходов от аренды и продажи городского имущества и земли – 9%. При этом четверть бюджета города формируется за счет налогов, которые город получает от жителей. 2017 год – юбилейный для заповедника Ненецкий. Ему исполняется 20 лет. Примечательно, что уходящий год в России прошел под знаком экологии. В праздничных мероприятиях, которые проходили в течение всего 2017 года, могли принять участие все без исключения горожане. Об итогах юбилея в следующем сюжете. Общая площадь заповедника составляет более 600 тысяч гектаров. В его состав также входит одноименный заказник местного значения. Возглавляет заповедник Станислав Золотой – первый почетный эколог Ненецкого округа. В 2015 году мы подали заявку на включение территории заповедника и заказника в список водноболотных угодий, подпадающих под Рамсарскую конвенцию. В конце этого года было проведено совещание в Минприроде, и мы стоим первые в очереди на номинацию водноболотных угодий, подпадающих под Рамсарскую конвенцию. Возможно, что уже где-то в начале следующего года мы официально будем в этой конвенции. Это позволит центральной части заповедника получить статус особо охраняемой территории международного значения уже в начале следующего года. Для заповедника 2017-й стал еще и годом столетия заповедной системы России. Заповедник участвовал как во всероссийских акциях, так и в окружных мероприятиях. Проводились такие мероприятия, как марш парков, конкурсы экологической направленности. В целом я бы хотел отметить, что охват населения эколого-посветительскими мероприятиями по нашим подсчетам составил порядка более 7 тысяч человек. Сейчас природа заповедника является эталоном красоты ненецких тундр. Кроме того, с каждым годом растет число животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Именно они и привлекают заполярный регион так называемых бёртвочеров. В 2016 году совместно с Норвежским архитектурно-орнитологическим бюро «Биотоп» заповедник Ненинский запустил проект «Баринсбёрдинг». Архитекторы и экологи занимаются обустройством мест для наблюдения за птицами. Любительская орнитология как вид познавательного туризма развивается во всем мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах ученым разных стран. На территории нашего округа обитает 138 видов пернатых. И за последние десятилетия исчезновение хотя бы одного вида не зафиксировано. Анастасия Саботович, Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Малефисента, Гарри Поттер, Гетмороз и Снегурочка. Что объединяет этих героев известных сказок, романов и фильмов, узнали воспитанники специализированной школы города Нринмара. Для ребят на сцене Дворца культуры Арктика развернулось новогоднее театрализованное представление под названием «Новый год в Хогвартсе». За перевоплощениями артистов наблюдала наша съемочная группа. Еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть! Ура! Спасибо, Маглый! Все у нас! Все ингредиенты мы собрали с вами. Теперь осталось отправиться домой в Хогвартс. Благодаря своим помощникам, юным зрителям и добрым домашним эльфам, Гарри Поттер сумел спасти волшебные часы Деда Мороза, которые заколдовала злая фея Малефисента. Теперь Новый год точно наступит. Новогоднее представление подошло к завершению, но на этом праздник для ребят не закончился. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они отправились водить хоровод вокруг елки. В Олагов скрепит, лошадка махна новая, торопится, бежит! Лошадка махна новая, торопится, бежит! В сегодняшнее мероприятие приняли участие также окружные парламентарии Ольга Каменева, Анатолий Мяндин и Татьяна Бадьян. Именно по инициативе депутатов был организован сегодняшний праздник для воспитанников коррекционной школы. Такое волонтерство, оно станет нормой нашей жизни, поэтому мы предлагаем каждому жителю Ненецко-Абтономного округа как можно больше участвовать в добрых делах, от этого выиграет все наше общество. Сделать новогоднюю елку по-настоящему незабываемой помогли творческие коллективы Дворца культуры Арктика, а представители компании «Лукойл Коми» закупили для ребят новогодние подарки. Подарки, например, для детей коррекционной школы, среди которых есть дети, собственно говоря, с серьезными диагнозами, дети-инвалиды, что немаловажно, дети сельских школ, приобретает известная компания «Лукойл». Новогодние подарки от «Лукойла» ребята получат на следующей неделе, а пока они кружатся в хороводе, играют с Дедом Морозом и его внучкой, делятся своими впечатлениями и передают пламенные приветы своим родным и близким. А какой ты любимый персонаж из новогодней «Стаски»? Деда Мороза в Снегурочке. Деда Мороза в Снегурочке. Что ты у Деда Мороза попросишь на Новый год или уже попросила? Попросила. Попросила. Вы подаложила? Да. Пишут дети, хорошо учились и не баловались. И пожелаю родственникам своим и родителей поздравляю. Хорошо жили, хорошо. И Новый год был хорош. Еще хочу спраздновать Новый год. Ирина Нежалова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует.